МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Через муниципальный фильтр в Центральной избирательной комиссии начали принимать документы для регистрации кандидатов на должность главы Чуваши. Ангел-хранитель 4-летний Кирилл Яковлев спас своих братьев и сестер. Практика в помощь теории. На республиканской станции скорой помощи открылся симуляционный центр. 14 июля в республике начался второй этап выдвижения кандидатов на пост главы Чувашии. В Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию сдал Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев представил членам избирательной комиссии листы поддержки депутатов, представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии собрал максимальное количество подписей 301. Из них 56 подписей депутатов муниципальных районов и городских округов. В соответствии с законом Центральная избирательная комиссия проверит подлинность подписей, а затем вынесет решение о регистрации кандидатом на должность главы Чувашской республики. На прилавках магазинов появилось новое лакомство на кондитерской фабрике «Окон». Сегодня открыли специализированную линию по производству бисквитных десертов. Ломтики с суфле больше всего понравятся школьникам, прогнозирует директор предприятия Валерий Иванов. Они в хорошей упаковке, их удобно положить в портфель и перекусить с чаем. Всего предприятие выпускает около 500 наименований кондитерских изделий. В числе покупателей известные российские торговые сети и деловые партнеры в 18 странах ближнего и дальнего зарубежья. «Окон развивается, входит в число первых 5-7 лучших организаций кондитерской направленности. И эту динамику вы ежегодно не только так удерживаете на плаву, а в динамике развиваетесь. Это говорит о многом, это ответственный, непростой труд прежде всего». Под сводами соборной мечети в селе Шигурдана состоялась встреча временно исполняющего обязанности главы Чувашия Михаила Игнатьева с имамами и прихожанами. В ней приняли участие муфтии Москвы, центрального региона и Чувашии Альбир Хазрат Крыганов и председатель духовного управления мусульман республики Мансур Хайбулов. Говорили о национальной политике, о сохранении традиций и обычаев предков, о готовности общества быть толерантным к разному вероисповеданию. «Народ живет в мире несогласия. Все поводов мы не давали и не хотим давать для разных конфликтов, ибо впоследствии страдают все стороны, которые находятся в этом конфликте. Все то, что нужно, мы стремимся делать для того, чтобы все конфессии развивались по своим уставам, фанонам, по своим правилам. Здесь, со стороны органов власти, мы создаем благоприятную среду». Такая среда создается усилиями всех заинтересованных сторон. Так, например, в 2011 году в нашей республике впервые состоялся Всероссийский Сабантуй. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Татарстаном и Башкортостаном. Разнообразные культурные проекты позволяют объединять все народы, живущие в республике. «У нас, слава богу, вот так сложилось издревле, и сегодня поддерживается вот эта тенденция дружбы разных культур, народов, религий. Вот сегодня Кавал Васильевич приехал к нам. Я знаю по своему каналу, что в начале августа также планируется посещение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла города Чебоксары. Мы тоже общались и на разных площадках мы ведем совместную работу». Открытый обмен мнениями, считает Альбир Хазрат Крыганов, важен для развития гражданских институтов. Благодаря таким встречам можно решить важные вопросы. Нынешний состоялось в преддверии религиозного праздника Рамадан Байран. Вот уже почти месяц все мусульмане готовятся к Великому Дню. «С рождением новой луны наступает месяц Рамадан. Вот он уже идет, 17-го числа, 17-го июня. Но что я могу сказать? В месяц Рамадан у нас наступает, например, все мусульмане должны держать уразу. Это за 2 часа до восхода солнца мы должны встать на Сахар, принять пищу. И до захода солнца, это где-то половина девятого, до половины девятого, мы не принимаем пищу, не принимаем воду, вообще муж и жену не входят ни в какие отношения, никакие ругательские слова нельзя говорить вообще. Очень мирно должны провести весь день, весь этот месяц Рамадан». В свою очередь Михаил Игнатьев напомнил, что работа, проводимая в Чувашии, получила высокую оценку на федеральном уровне. Республика отмечена в числе 10 регионов, которые улучшили инвестиционную привлекательность. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Олег Кикимов, Республика. «Ангел-хранитель» – именно так называют своего сына супруги Яковлева из Канажского района. Мальчик спас от гибели своих братьев и сестру. Дети едва не пострадали во время пожара, который произошел в их доме. Опасность вовремя заметил 4-летний Кирилл. С юным героем сегодня познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. От их деревенского дома остались только обугленные стены. То, что семья Яковлевых наживала долгие годы, сгорело в огне. Хотя в этом году они планировали начать здесь капитальный ремонт. Для бани было строительство, брус, доски, железо на крышу. Все это уничтожено. И на веранду тоже надо дом, чтобы менять. Амбар уничтожен, сарай, постройки, старый дом. Скутера, мотоцикл уничтожен, мотоблок уничтожен. Миксер новый, кредит брали. То злополучное утро они вспоминают содроганием. Как обычно, родители ушли на работу утром и оставили пятерых детей от них дома. Четырехлетний Кирилл проснулся раньше всех и заметил на чердаке дым. Уже точно известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бане. В тот день дул сильный ветер и огонь мгновенно перекинулся на сарай и строительные материалы. Через считанные минуты загорелся и жилой дом. Но никто тогда не представлял, в какой опасности находились дети. Внутри в любой момент мог взорваться газовый баллон. Кирилл не испугался и забежал обратно в дом, чтобы разбудить братьев и сестру. Правда, о своем подвиге юный герой рассказывает неохотно. Стесняется, говорят родители. Ты вышел на улицу, да? Да. Что там увидел на улице? Огонь. Огонь увидел? Да, я стоял. Я стоял, я стоял. А сарай горел? Сарай горел, да? Да, и коробка. И коробка горела. Испугался ты? Нет. Не испугался? Пошел домой, что сделал? Разбудил братишек? Да. Меня Софья сказала, ну меня разбудила Софья. Она сказала, мне Кирилл сказал, что там у нас сарай горит. Я вышел, посмотрел, ну, забежал, да. Ну, вышел, посмотрел, там чердак у сарая горит. Разбудил Костя с Ксюшей, вот ты, Костя и Ксюша. И мы все выбежали. Дети покинули дом, когда пламя охватило всю крышу. Ситуация обострилась после взрыва баллонов с газом. Пожару присвоили. Вышекласс опасности. По прибытию к месту пожара наблюдалось открытое горение одноэтажного жилого дома, сарая и надворных построек. Создавались угрозы соседнему жилому дому. Добровольными пожарными местным селением было организовано натушение пожара подручными средствами. Пожар был потушен в 1 часов 30 минут. 20 сотрудниками пожарной охраны с применением дыхательных аппаратов. 4 единиц пожарной техники и 4 единиц приспособленной техники Шакулского сельского поселения. Сегодня Яковлева принимали гостей с пожарной части. 4-летнему Кириллу вручили благодарности и игрушечную машину. Юному герою предложили в будущем стать профессиональным пожарным. Мальчик пообещал подумать. Когда вырастешь, приходи к нам в пожарную охрану работать. Придешь? Да. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Люди разных национальностей, профессий и возрастов уже шестой год подряд собираются вместе с одной единственной целью. Познакомиться с языком и культурой чувашского края. Как устроена жизнь в летнем лагере по изучению чувашского языка, расскажет Анастасия Алангина. Если вам наскучила жизнь в городе, вы можете приехать в летний лагерь организованной общественной организацией «Ховал». Каждый год на территории Сурских Зорь вырастает свой палаточный городок. С 2009 года здесь собираются любители чувашского языка. В этом году знатоков почти 100 человек. Среди них есть гости из Франции, Швейцарии, Люксембурга, Норвегии, Латвии, Украины, Японии и разных регионов России. Одни приехали на отдых, другие занимаются исследовательской деятельностью. А третьи хотят выпустить самоучитель. Как, например, языковед из Украины Артем Федоринчик. И вот уже четвертый год сюда приезжаю. Так как, в принципе, учил разные языки и знаком с методиками, то стараюсь преподавать по мере сил чувашский сам. Тоже есть идея написать. Вот самоучитель хороший такой современность чувашского языка. Главный язык общения – чувашский, но в разговорах звучит и русский, и французский, и английский языки. В особом почете – язык эсперанто. Как только участники приезжают сюда, они выбирают себе чувашское имя. По уровню знания языка их делят на четыре группы. В течение недели есть возможность послушать лекции о языке, культуре, литературе, менеджменте, бизнесе. Участники лагеря обсудили тему билингвизма. Порассуждали о том, как привлечь внимание к родному языку. Кстати, у молодых море идей. Как интересно проводить ежегодный день чувашского языка. Еще одна важная инициатива, о которой шла речь на кругом столе – создание в электронном варианте 17-томного словаря чувашского языка Николая Шмарина. Хочется видеть больше молодежи, которая была вовлечена и чувствовала себя достаточно уверенно. То, что будет больше чувашского языка, поскольку мы уже сейчас, например, в рамках проведения даже лекций, когда у нас проходит, для нас принципиальное значение, что лектор читает по-чувашски, и мы переводим это на русский язык для тех, кто недостаточно владеет языком. То есть это тот самый случай, когда мы вводим языки на один уровень. Программа лагеря весьма насыщена. Лекции и различные презентации отлично сочетаются с активным отдыхом. Участники с удовольствием знакомятся с чувашской музыкальной культурой, изучают национальные танцы, смотрят переведенные на чувашские мультфильмы и художественные фильмы, играют в волейбол и гуляют вдоль суры. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика. У всех школьников летние каникулы, а эти с удовольствием слушают лекции и решают сложные технические задачи. Причем занятия проходят за городом, в санатории «Алый парус». Там в третий раз открылась летняя школа «Наноград Че». Как и в прошлые годы, жителями «Нанограда Че» стали победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии и информатике. Ученики школ, которые входят в школьную лигу «Роснано». Они решают так называемые бизнес-кейсы предприятий «Чуваши» и посещают научные мастер-классы. Для ребят уже успели организовать экскурсию на завод по производству фотоэлектрических модулей «Хивель». Там школьники получили специальное предложение попробовать усовершенствовать материал подложки фотоэлектрических преобразователей и разработать дизайн размещения пластин монокристаллического кремния на подложке. Школа «Наноград Че» стала частью большого образовательного проекта компании «Хивель», который направлен на популяризацию солнечной энергетики, профориентацию и подготовку для этой отрасли молодых специалистов. В «Валых парусах» «Наноград Че» проработает неделю. Сегодня на базе республиканской станции скорой медицинской помощи в столице республики открылся первый в Чувашии симуляционный центр. Предназначен он для медработников и фельдшеров, которые совсем недавно покинули стены учебных заведений и на практике стали применять теоретические знания. Как центр поможет адаптироваться новоиспеченным докторам и сестрам, узнала наша съемочная группа. В новом полностью оснащенном классе все, как в настоящих кабинетах врачей, только в качестве пациентов – манекены. Именно тут ждут тех, кто только начал работать в скорой помощи. Теперь ошибок допускать нельзя, ведь речь идет о человеческих жизнях. Когда уже встречаешься лицом к лицу с пациентом, теряешься немного. И для молодых сотрудников это особо актуально, потому что здесь действительно идет сразу же сигнал на неправильность каких-то движений, на неправильность оказания медицинской помощи. Чего ты себе просто как медицинский работник не сможешь допустить при оказании медицинской помощи непосредственно уже у постели пациента, непосредственно на месте какого-то происшествия. То есть там понятно, что идет все это, оказание медицинской помощи должна осуществиться здесь и сразу. То есть отсчет идет практически на секунды и нельзя уже медицинскому работнику ошибиться. Кроме медицинского оборудования и инструментов, в симуляционном центре есть лекарства, расходные материалы, интерактивная доска для просмотра учебных фильмов и выхода в интернет. Были закуплены специально для этого симуляционные манекены, которые способствуют улучшению оказания скорой медицинской помощи. Такие как постановка кубитальных катетеров, постановка костных катетеров и улучшение оказания сердечно-легочной реанимации. Первые ученики придут уже в понедельник. Сегодня мы открываем центр, завтра составляется план, учебный план. Ведь здесь именно ценность в том, что мы не загоняем целый класс, там 20-30 человек, а именно маленькая группа по 3-5 человек, чтобы каждый мог своими руками попробовать каждый прием оказания скорой медицинской помощи. В перспективе симуляционный центр сможет принимать на обучение представителей и других спасательных служб. А в будущем навыком оказания первой доврачебной помощи сможет овладеть любой желающий. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. В Минздрав соцразвития стали поступать обращения от жителей Чувашии, которые получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Они светуют, что размер субсидий уменьшился по сравнению с началом года. Раньше плата за коммуналку для большинства была одинаковой, что зимой, что летом. Сейчас, в летний период, плата за отопление не взымается, поскольку уменьшается размер платежа по квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидий тоже уменьшается. В мае-сентябре она значительно ниже, чем в октябре-апреле. При этом с октября, после того, как плата за отопление в структуре платежей снова появится, размер субсидий увеличится вновь, пояснили в ведомстве. Для сравнения, в 2015 году среднемесячный размер субсидий в отопительный период составил 1416 рублей. Межотопительный период – 625,5 рубля. Напомним, субсидии предоставляются, если расходы за коммуналку превышают 22% в совокупном доходе семьи. По состоянию на 1 июля 2015 года в Чувашии подобной социальной поддержкой пользуются почти 16,5 тысяч семей. Руководитель филиала «Росгострах» в Чувашской республике был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение, выявленное при заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Прокуратуру Московского района Чебоксар обратились трое владельцев транспортных средств. Оказалось, что в страховых отделах филиала ООО «Росгострах» Чувашии гражданам незаконно отказывали в выдаче полиса ОСАГО, принуждая заключать дополнительный договор на страхование жизни. Действия компании нарушали федеральный закон о защите прав потребителей. В связи с этим прокуратура Московского района Чебоксар возбудила три административных дела в отношении руководителя филиала «Росгостраха» Алексея Пирожкова. По итогам двух руководитель получил наказание в виде штрафа на 100 тысяч рублей. Еще одно дело находится на рассмотрении в отделении Национальном банке по Чувашской республике Волговятского главного управления Центрального банка России. Еще одно ведомство вступилось за права покупателей. Антимонопольщики заинтересовались ценами в торговой сети «Магнит». Ранее ведомство обратились чебоксарцы и пожаловались на необоснованные с их точки зрения цены на бананы и вафли. Так, в «Магните» по проспекту Мира 10 марта бананы стоили 101 рубль 50 копеек. А в магазине по улице Энгельса 75 рублей. Установление разных цен на один и тот же товар управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии сочло незаконным. Кроме того, торговая сеть установила необоснованно высокие цены на сливочные вафли «Сласть народу». Торговая наценка превышала 78%. Для того, чтобы сделать «Сласть народу» этому самому народу доступной и исправить нарушения с ценами на бананы торговой сети, дали около двух месяцев. Согласно предписанию антимонопольного органа, обществу необходимо до 7 сентября прекратить необоснованно устанавливать различные цены на бананы в магазинах торговой сети «Магнит» и цену на вафли «Сливочные» «Сласть народу», не превышающую сумму необходимых для осуществления торговой деятельности, расходов и прибыли. Мы продолжаем рубрику «Мобильный репортер». В нашу редакцию прислали видео жители дома номер 15 по улице Матозалка. На целые сутки они остались без рабочего лифта по вине вандалов. На этих кадрах отчетливо видно, насколько серьезно искорежены двери лифта. Причем на одной из них были сорваны специальные конструкции для их открытия. Можно только предположить, с какой силой били хулиганы по железным дверям. Впрочем, кто вывел из строя лифт до сих пор неизвестно. По всей видимости, его ремонт будет стоить дорого. Любителей спорта и здорового образа жизни с каждым годом становится все больше. Горожане активно пересаживаются на двухколесный транспорт. Для удобства велосипедистов, пешеходов и участников дорожного движения в Чебоксарах появилась современная и удобная велодорожка. Протестировали ее и мои коллеги. Теперь у всех любителей спорта появилась еще одна возможность прокатиться с ветерком по центральным улицам Чебоксар. Новая велодорожка отвечает всем требованиям и представляет из себя замкнутое кольцо протяженностью более 7 километров. При проектировании нового маршрута столичная администрация Тесна сотрудничала с Федерацией велоспорта и простыми горожанами. Велодорожка предусматривает как одностороннее, так и двустороннее движение. Для удобства передвижения положили специальное покрытие, нанесли разметку. В местах пересечения тротуаров и проезжей части установили пониженный бордюр. Результат не заставил себя долго ждать. Эмоции отличные, хороший асфальт, ровный асфальт. Грамотно построено очень, то есть есть направление движения, все очень хорошо. Пешеходов от велосипедистов отделять, потому что одно-то средство мешает другим, поэтому не пересекается между собой, им уже, я думаю, приятно. А нам скорость не теряем, опять-таки, травмы, опять-таки, какие-то избегаются определенные. Велодорожка хорошая, плоская, и можно любоваться пейзажем. Открыли муниципальные пункты проката велосипедов. Выбор железных коней велик. Прокатиться смогут как и малыши, так и взрослые. Пока их всего два, и оба они находятся на заливе рядом с маршрутом дорожки. Как отмечают в Управлении физкультуры и спорта, со временем пунктов велопроката станет больше. Видно, что горожане стремятся к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. И это можно судить и по продаже велосипеда, и по количеству велосипедистов, которые сейчас на улице. И эта дорожка, вот та, которая у нас сделана, она уже востребована, и люди уже ездят. Может быть, кто-то, у кого-то имеются замечания. Мы старались учесть все. Но думаю, что горожане все равно останутся довольны. На одной велодорожке администрация Чебоксар останавливаться не собирается. В планах создать целую велодорожную сеть. Это позволит не только сократить количество аварий с участием велосипедистов, но и привить горожан к здоровому образу жизни. Единственная просьба к любителям пеших прогулок. Пожалуйста, не ходите по велодорожкам. На тротуарах достаточно места для всех. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Чебоксарским авто- и велолюбителям с 15 июля по 15 августа придется потерпеть временные трудности. На двух участках столичных дорог начинается ремонт и вводятся ограничения движения. На участке дороги по улице Гагарина от выезда со двора дома номер 29 до выезда со двора дома номер 33 будут идти ремонтные работы. Ограничение движения связано с проведением работ по устройству инженерных коммуникаций на этом участке. Кроме того, с завтрашнего дня и до 31 ноября будет ограничено движение транспортных средств по улице Яблочково от пересечения с улицы Рихарда Зорги до дома номер 4. В пресс-службе столичной мэрии сообщают, что движение транспортных средств, в том числе маршрутных автобусов номер 52, будет организовано в объезд по улицам Рихарда Зорги и Пржевальского. Корректируйте свой маршрут движения и будьте осторожны на дорогах. А я с вами прощаюсь. Встретимся завтра в эфире национального телевидения Чувашии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин